Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика. 4 класс, автор Чекин, часть 2, задание 314. Миша и Маша играли в настольную игру, по правилам которой нужно считать число очков, выпадающих сразу на двух игральных кубиках. Сначала они заметили, что 12 очков выпадает очень часто, а 7 очков... 12 очков выпадает очень редко, а 7 очков очень часто. Чтобы объяснить этот факт, они решили составить таблицу, в которой были бы учтены все возможные суммы очков, выпадающих на двух кубиках, и указано значение каждой такой суммы. Такая таблица приведена ниже, заверши ее заполнение в тетради самостоятельно, сколько раз заполненной таблицей встречается число 12. Итак, о чем идет речь? Идет речь о бросании двух игральных кубиков. Что такое игральный кубик? Игральный кубик – это такой маленький куб. Мы знаем, что у куба всего 6 грани. Так вот, на каждой грани вот этого маленького игрального кубика написана какая-то цифра. Естественно, от 1 до 6, то есть все грани пронумерованы. И когда мы этот кубик бросаем, когда он перестает катиться и в конце концов останавливается, то одна из его граней оказывается вверху, и на ней написана какая-то цифра. Вот это и есть число очков. Если мы бросаем 2 кубика, то когда оба эти кубики перестают катиться, останавливаются, то мы смотрим на верхние грани обоих кубиков. Там, естественно, какие-то цифры. Вот мы их складываем и получаем сумму очков. А вот теперь давайте рассмотрим табличку. В табличке у нас в первой строке показаны, написано, очки первого кубика. Ну и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это та цифра, которая на верхней грани кубика оказалась. В первом столбце очки второго кубика, соответственно, тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот теперь, когда мы складываем, вот у нас в первой, вот в этой клеточке, 2 – это сумма 1 плюс 2. А в следующей строчке, в следующей вот это число 3, получается в результате складывания 1 плюс 2. Следующее число – это 1 плюс 3, это 4. Следующее число – 1 плюс 4. Следующее – 1 плюс 5. И следующее – 1 плюс 6, это число 7. Так, переходим ко второй строчке. Во второй строчке 2 плюс 1 – это 3. Следующее 2 плюс 2 – это 4. Следующее 2 плюс 3 – это 5. 2 плюс 4 – это 6. 2 плюс 5 – это 7. 2 плюс 6 – это 8. К следующей строчке переходим. Теперь 3 плюс 1 – это 4. 3 плюс 2 – это 5. 3 плюс 3 – это 6. Ну, вы поняли закономерность. 7, 8, 9 – это 3 плюс 6. К следующей строчке переходим. Это 4 плюс 1 – это 4 плюс 1 – это 5. Плюс 2 – это 5, плюс 2 – это 6, 7, 8, 9. В последней строчке 4 плюс 6 – это 10. Дальше следующая строчка. 5 плюс 1 – это 6. Плюс 2 – это 7. Плюс 3 – это 8, 9, 10, 11. И последняя строчка – это 6 плюс 1 – это 7. 6 плюс 2 – это 8, плюс 3 – это 9, 10, 11. И последняя тут уже заполнена 12, но это 6 плюс 6. Вот все, мы теперь таблицу заполнили. И вопрос. Сколько раз в заполненной таблице встречается число 12? Вот и смотрите, число 12 встречается один раз. Запишем это. Число 12 встречается один раз. Один раз. А в то время, как число 7 встречается 6 раз по диагонали таблички. Ну, на этом все. Задание мы выполнили. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр! Вот. Аккуратный. Спасибо за просмотр!